Как в 2022 году оформить собственность брошенный участок в товариществе? Есть несколько способов, о которых мы далее и поговорим. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакиным. В сегодняшнем выпуске я расскажу о способах по оформлению участка в собственность, который, первое, является садовым, дачным или огородным. Второе, находится в каких-либо товариществах СНТ, ДНТ и тому подобных. Третье, является брошенным нынешним пользователем. Инструкция, которую я дам, подходит как для членов товариществ, которые хотят оформить соседний брошенный участок, так и для людей со стороны. По своему опыту скажу, оформить будет трудно, так как многое зависит от участия председателя и правления товарищества. На каком праве участок закреплен за пользователем, какая у него ситуация и тому подобное. Крайне советую обратиться к земельному юристу. Как минимум за консультацией после посещения председателя. А еще лучше доверить юристу заниматься оформлением. Наши контакты вы найдете в описании к видео. Ну что ж, а мы переходим к теме выпуска. Забудьте о приобретательной давности. Многие юристы в интернете пишут, что если гражданин будет пользоваться брошенным участком в течение 15 лет, он сможет затем оформить его через суд по приобретательной давности. Статья 234 Гражданского кодекса. Это неправда. Потому что в России нет ничьей земли. Если участок не принадлежит гражданину или организации, значит он принадлежит муниципалитету или государству. Статья 16 земельного кодекса. Поэтому в настоящее время нет ни одного положительного судебного решения по оформлению участка в собственность по приобретательной давности. Судебная практика отрицательна по таким делам. Позволю себе сделать небольшое отступление. Друзья, отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. А мы переходим к первому этапу. Этап 1. Узнаем у председателя всю информацию о брошенном участке. Номер телефона председателя можно узнать у бухгалтера товарищества. Обычно он находится в офисе или в вагончике на территории. У членов товарищества или в интернете. Некоторые товарищества имеют сайт или группу в социальных сетях. Чтобы их найти, наберите в поисковике название товарищества плюс название муниципального района и области. У председателя обычно есть список, реестр членов товарищества или похозяйственная книга. Вот что нужно у него узнать. Первое. За кем закреплен участок? ФИУ, пользователя, номер телефона, дата рождения. Иногда председателю даже известен адрес проживания пользователя. Также стоит уточнить, какой долг по взносам и другим платежам. По долгам можно прикинуть, как долго участок заброшен. Второе. В собственности или участок? Если участок в частной собственности, его придется выкупить. У нового собственника или у его наследников. О чем мы будем говорить далее. Если участок не в собственности или председатель не знает этого, задаем следующий вопрос. Выдавали ли членам товарищества правоустанавливающий документ на их участке? Свидетельство на бессрочное пользование или пожизненно наследуемое владение? Свидетельство и именной документ. В нем указывается, что такой-то участок предоставлен такому-то гражданину на таком-то праве. Правоустанавливающие документы всегда выдавались коллективно, сразу, чем членам товарищества, с подачи председателя. Делалось это так. В 90-х годах муниципалитет через председателя предлагал членам товарищества получить свидетельство на свои участки. Если они просто подадут заявление. Если такое было, естественно, все их получали. Поэтому про любое садовое товарищество можно сказать. В этом товарищество свидетельство выдавались, а в этом нет. Вот их образцы. У председателя не всегда имеется нужная информация. На нашей практике был случай. Члены товарищества были недовольны работой председателя. И на общем собрании они назначили нового. Бывший председатель затаил обиду и просто уничтожил все документы товарищества. Поэтому у нынешнего председателя было крайне мало информации по нужному нам участку. В такой ситуации можно спросить у других членов товарищества, выдавались ли им свидетельства. Если они получили свидетельство, значит его получил и пользователь брошенного участка земли. Также можно самостоятельно сделать запрос в местный архив Росреестра. Это может сделать любой человек. Адрес архива лучше уточнить по горячей линии Росреестра. В заявлении достаточно указать адрес брошенного участка. Если у Росреестра есть информация об участке, он ответит так. Да, участок предоставлялся и есть документ об этом. Свидетельство. В ответе не будет ни номера свидетельства, ни ФИ у пользователя участка. Потому что это персональные данные. Они им не нужны. Нам достаточно знать сам факт выдачи документа. Ну а мы переходим к следующему этапу. Этап 2. В зависимости от полученной информации об участке, определяемся, что делать дальше. Моделируем ситуацию. Номер 1. Если точно известно, что ни пользователю брошенного участка, ни другим членам товариства не выдавали никаких свидетельств, можно предложить председателю закрепить брошенный участок за собой. Ситуация 2. Если окажется, что свидетельство выдавали, это усложняет ситуацию. Если пользователь брошенного участка получил свидетельство, он считается собственником. Он может в любой момент подать свидетельство в МФЦ Росреестра и зарегистрировать право собственности. По так называемой дачной амнистии. В этой ситуации придется искать уже собственника или его наследников. И выкупить у него участок. Как это делать, мы далее разберем. Способ 1. Предлагаем председателю закрепить участок за собой. Если окажется, что участок не в собственности и никто не получал никаких свидетельств, просим председателя провести общее собрание членов товарищества, где поставить вопрос об изъятии брошенного участка у нынешнего пользователя и закрепить его за собой. Проблема, с которыми можете столкнуться. Проблема номер 1. Председатель может отказаться. С одной стороны, товариству невыгодны брошенные участки. По ним не платят взносы и другие платежи. Копятся долги. За участком не ухаживают. На нем купится различный мусор и тому подобное. По логике председателя только лучше, если появится добросовестный гражданин, который начнет пользоваться участком и будет платить взносы. Но в жизни нет все так гладко. У нас бывало, что председатель отказывался передавать участок через общее собрание из-за неуверенности, незнания законов и практики в таких делах. Боязнь того, что нынешний пользователь брошенного участка затем подаст на него в суд и тому подобное. Поэтому я всегда советую сначала узнать максимум информации по участку. Затем, если потребуется объяснить председателю о законности передачи, можно акцентировать внимание на то, что пользователя брошенного участка можно исключить из товариства за неуплату взносов. Если председатель категорически против, придется купить брошенный участок у пользователя или его наследников. Проблема номер два. Председатель может потребовать деньги за передачу участка. Как минимум придется оплатить долги нынешнего пользователя. У нас такое на практике бывает в 100% случаев. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы эти деньги пошли на нужды, товарищество, а не в карман председателя. Другой вопрос, если председатель потребует некую сумму денег не на оплату долгов, а для себя. Ведь с его инициативой будет ставиться вопрос о закреплении брошенного участка на общем собрании. Здесь уже каждый решает для себя сам, идти на уступку или отказать. Итак, этап номер один. Подготовка и проведение общего собрания членов товарищества. Если председатель согласится передать брошенный участок, нужно посмотреть в уставе, каким образом это делается. На общем собрании членов товарищества или через правление. В 95% случаев решается через собрание членов. Поэтому подробно поговорим именно об этом способе. Итак, пользоваться каким-либо участком в товариществе может только член этого товарищества. Статья 22 федерального закона. Поэтому, если вы не являетесь членом товарищества, нужно обязательно им стать. Все это решается также на общем собрании. Следующее. Если вы уже являетесь членом товарищества, нужно смотреть в уставе, может ли один член товарищества пользоваться несколькими участками. Если в уставе ничего не написано об этом, тогда можно. Если в уставе четко написано, что за одним членом товарищества может быть закреплен лишь один земельный участок, закрепить брошенный участок можно, например, на своего родственника. А после оформления участки в собственность, родственник может подарить его вам. Подготовка к собранию. В собрании организовывает председатель. Собрание может быть очередным, не реже, раза в год, или внеочередным. Если до ежегодного собрания осталось месяца три, обычно председатель поднимает вопрос об участке на этом собрании. Если ежегодное собрание будет позже, председатель соберет внеочередное собрание. Чтобы собрание было правомощным, на него должны прийти минимальный процент членов из общего числа, так называемый кворум. Он указан в уставе товариства. Чаще всего это более половины или минимум две трети из общего числа членов. Обычное проведение собрания оповещают минимум за месяц. Минимальный срок уведомления также указан в уставе. Информацию о собрании размещают на информационном щите, на официальном сайте или группе в социальных сетях. Могут дополнительно уведомить и по телефону. В уведомлении указывают вопросы, которые будут рассмотрены, дата, место и время проведения собрания. До начала собрания председатель может потребовать оформить схему расположения участка на катастрофном плане территории. Эта схема нужна, чтобы на собрании показать членам товарищества точные границы участка. Конечно, у представителей есть схема всего товарищества, но часто на ней все участки указаны в мелком масштабе. Поэтому схема лишней не будет. Схему лучше заказать у местного катастрофного инженера. Для этого вы можете обратиться к нашему катастрофному инженеру по телефону на экране. Цена от 3000 рублей. По закону ее можно оформить и самостоятельно. Статья 11.10 земельного кодекса. Но нужно уметь пользоваться специальной программой. Я все же советую довериться профессионалу. Вот так она выглядит. Проведение собрания. На собрание члены товарищества должны проголосовать. Первое. За исключение одного члена из товарищества плюс. За изъятие у него участка. Второе. За принятие нового гражданина в члены товарищества, если вы им не являетесь. Плюс за закрепление участка за ним. Минимальный процент голосов указан в уставе. Как правило, это 50% плюс один голос. Результат голосования записывается в протокол. Вот образцы выдержки из устава и протокол. Ну а мы переходим к следующему этапу. Этап 2. Получаем садовую книжку. Если голосование пройдет в пользу заявителя, правление оформит на него садовую книжку. По закону ее должны выдавать в течение трех месяцев. На практике это обычно занимает пару недель. Вот образец книжки. Идем дальше. Этап номер 3. Просим администрацию предоставить участок в собственность. Садовая книжка на руках. Теперь можно попросить администрацию предоставить участок и в дальнейшем зарегистрировать право собственности. Подробную инструкцию я могу разобрать в отдельном видео, если наберем 1000 лайков к этому. Как оформляется в собственный земельный участок по садовой книжке? Я дам краткую инструкцию. Первое. Запрашиваем у председателя необходимые документы. Второе. Оформляем схему участка на кадастровом плане территории. Не межевание. Третье. Подаем в местную администрацию заявление о предоставлении участка в собственность бесплатно. Четвертое. Администрация рассмотрит заявление и решит, предоставить участок или нет. Если решение положительное, администрация оформит постановление о предоставлении участка в собственность и акт приема-передачи. Все необходимые документы подаем в МФЦ Росреестр для регистрации права собственности. Переходим к способу номер 2. Способ 2. Покупаем брошенный участок у собственника или у его наследников. Если участок не оформлен в собственность, зачем искать наследников пользователя в случае его смерти? По закону нельзя принять только часть наследства. Его или принимают полностью, или не принимают вообще. И согласно статье 11.12 Гражданского кодекса в состав наследства входят имущественные права наследодателя. Например, у человека была квартира и участок в товариществе. Квартира в собственности, а участок нет. После его смерти пошли к нотариусу и оформили на себя только квартиру. Они знали об участке, но не оформили его в собственность. Потому что на него не было документов. Это ничего не меняет. Раз они приняли квартиру, значит и приняли участок. Еще есть такое понятие, как фактическое принятие наследства. Пункт 2 статьи 11.53 Гражданского кодекса. Например, после смерти пользователя, его наследник пару раз приезжал на участок. Или оплачивал налог на землю. В этом случае наследник фактически принял участок. Этап номер 1. Занимаемся поисками. Любую информацию о человеке и его окружении стоит записывать, чтобы ничего не забыть. Любые имена и фамилии, номера телефонов, адреса проживания, возраст и так далее. Где и у кого искать информацию. Поиски нужно начать, конечно, с председателя товарищества. У него обычно есть ФИО пользователя и номер телефона. Иногда даже адреса проживания. Об этом я говорил в самом первом этапе. Вам нужно будет поспрашивать соседей брошенного участка. Они тоже могут дать много полезной информации. Зная ФИО и примерный возраст, можно найти человека через социальные сети, если он там зарегистрирован. Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Мой мир и тому подобное. Поверьте, это действительно рабочий способ. Дополнительно стоит вбить ФИО и город в поисковике Яндекс и Гугл. Например, человек может быть учредителем в какой-либо организации. На сайтах с такой информацией указывают адрес организации, иногда и номер телефона. Можно нанять частного детектива. Еще, если известен адрес проживания, но там пользователь уже не проживает, опросите нынешнего владельца и соседей. Я так нашел родственника одного из наследников. Некоторые советуют просто пользоваться брошенным участком, покосить траву, убрать мусор, даже поставить теплицу. И тогда владелец участка или его наследники сами свяжутся с захватчиком. Лично я не одобряю такой подход. Этап второй. Нашли собственника. Первым делом нужно спросить, какие документы у него есть на участок. И от этого уже отталкиваться. Что делать дальше? Ситуация один. У пользователя участка есть на руках документ, подтверждающий право собственности или право пользования. Свидетельство о праве собственности или выписке ЕГР. Возможно, это свидетельство о праве бессрочного пользования или о праве пожизненно следуемого владения. Если у пользователя участок в собственности, у него на руках должны быть свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГР. В этом случае для покупки участка нужно провести сделку купли-продажи. Но до сделки лучше проверить, определены ли границы участка на кадастровом учете. Если границы есть, далее советую эти границы уточнить на местности. А то вдруг купите участок, а он неправильно ограничит соседним участком. И придется разбираться с соседями. Если у участка нет точных границ, то лучше, чтобы нынешний владелец установил границы. Хотя и можно купить участок без границ. Но я не советую этого делать. Причина та же. Есть вероятность, что участок неправильно ограничит соседями. Для вызова кадастров инженера по Московской области вы можете обратиться по телефону, который сейчас на экране. Дальше. Для оформления сделки нужно подписать договор купли-продажи и подать его в МФЦ или отделение Росреестра. Там на основании договора купли-продажи зарегистрируют право собственности на покупателя. Госпошлина 350 рублей. Для составления договора купли-продажи также рекомендую обратиться к нашим юристам. Контакты в описании. Если у нынешнего пользователя участка на руках свидетельство о праве бессрочного пользования или пожизненно наследуемого владения, для покупки участка нужно, чтобы он сначала зарегистрировал на себя право собственности. Это делается в упрощенном порядке. По закону удачной амнистии. И уже после оформления собственности сначала разбирайтесь с границами и уже потом можно провести сделку купли-продажи. Ситуация 2. У пользователя нет свидетельства, но есть садовая книжка или справка о членстве в товариществе. Здесь покупку можно оформить двумя способами. Способ 1. Пользователь участка сам обращается к председателю товарищества и просит переписать участок на вас. Председатель поставит этот вопрос на общем собрании членов, о чем мы уже говорили в начале видео. Способ 2. Пользователь сначала сам оформляет участок в свою собственность и далее продает его вам. Не каждый пользователь на такое согласится, ведь у него нет гарантии, что его участок купят после оформления права собственности. Для этого подписываем задаток или предварительный договор купли-продажи. В этих документах прописываем условия, что после регистрации права собственности пользователь обязуется продать участок, а покупатель обязуется его купить. Срок можно указать в 1 год. Если что, задаток и предварительный договор можно продлить в любой момент по договоренности. Ситуация 3. У пользователя вообще нет никаких документов, даже садовой книжки. В этом нет ничего страшного. Пользователю участка нужно пойти к председателю и получить справку о членстве, потому что у председателя должен быть список, реестр всех членов товарищества. После получения справки нынешний пользователь может спросить председателя, переписать участок на вас. Председатель поставит этот вопрос на общем собрании. Этап 2. Нашли наследников. У наследников стоит уточнить всю информацию об участке и его пользователе, наследодателе. Приняли ли они другое имущество наследодателя? Почему не приняли участок? Пользовались ли участком? Оплачивали ли взносы или налоги по нему? Без помощи земельного юриста здесь не обойтись. Ситуация с наследниками очень сложная, так как в основном все оформляется через суд. В зависимости от ситуации с наследниками определяемся с дальнейшими действиями. Итак, наследники получили в собственность другое имущество у наследодателя, кроме участка. Например, наследники приняли квартиру и машину, а участок нет, так как на него не было документов или наследодатель не зарегистрировал право на него. В данной ситуации наследникам придется обращаться в суд с иском. По включению участка в наследственную массу и признание права собственности. Не во всех случаях. Но перед этим им нужно оформить неживание участка плюс поставить его на кадастровый учет. Если будет положительное судебное решение, затем можно оформить договор купли-продажи и зарегистрировать право собственности на покупателя. Друзья, надеюсь, тема видео поможет некоторым из вас, кто оказался в подобной ситуации. Я буду рад вашим лайкам. Отдельное спасибо за подписку на канал Приоритеты с Евгением Корзакиным. До новых встреч в следующем видео. Пока!